Среди гостей, а их было больше 400, приехали на свадьбу и жители столицы Казахстана, Алма-Аты. Так вот, по их мнению, такого четкого соблюдения ритуала они не встречали даже в тех районах республики, где казахи составляют более чем подавляющее большинство. И это легко объяснимо. Там, где люди живут колониями, а сейчас в этом смысле используется модное словечко диаспора, они просто вынуждены, чтобы сохранить язык и обычаи, соблюдать национальные традиции. Так живут немцы по Волжье, наши соседи на Гайбаке, а украинцы, те, что поселились в Тарасовке, в Честинском районе, более чистой мовы, говорят, не встретишь даже в Закарпатье. Иное дело, что прежде все, что касалось национальных обрядов, не то чтобы преследовалось, не поощрялось. Ведь это наклепко связано с религией. И здесь у каждого человека свой бог. А бог должен быть один. Он же вождь, он же основоположник. Я помню, в прежние годы, буквально, может быть, в годах 60-х, начало 70-х, за Киеве мероприятия исключались партии. Поэтому вот с приходом в область новых отношений, с приходом в область губернатора Владимира Павловича Соловьева, он дал вообще-то очень большой импульс во все сферы развития, и экономической, и политической, в том числе и национальной. И вот сегодня мы видим свадьбу мусульманскую. Значит, два руководителя нашего района. Среднего звена, да? Среднего звена, да. Значит, родняться, то есть у одного сына, у другого дочка. И вот сегодня мы видим здесь, значит, и мусульман, и русских, и украинцев, и белорусов, и все-все виды национальности, что имеется в районе. Тем более, наш район многонациональный. У нас 45% казахского башкирского населения и полстопять русскоязычного населения. В этот день свои судьбы соединили Бауржан Мумбаев и Сауле Кизельбаева. Их отцы Тулубай Турмбухамбетович и Базарбай Каипович учились в одном классе Кацбахской школы. Друзья с детства, а вот теперь стали сватами. Живут они в соседних деревнях. Это отделение бывшего совхоза Светлый. Заря и хутор Свет. Сельские остряки, имея в виду удаленность этих сел от центров цивилизации, придумали каламбур. Чтобы жить достойно в этих местах, надо много трудиться и вставать ни свет, ни заря. Это обязательный атрибут казахской свадьбы. Юные наездники защищали честь конно-спортивных школ Агаповского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Бледенского районов. Ну и, конечно же, кизельчане выставили своих лучших лошадей. Но в самый разгар скачек между заездами всадников и конников на дрожках была зачитана вот эта телеграмма. Заря Мумбаевым, Бауржану Тулубаевичу, Сауле Базарбаевне. Сауле и Бауржан, ваши сердца объединились в семейный союз. Поздравляю со столь знаменательным событием вашей жизни. Желаю счастья, здоровья и благополучия. С уважением, глава Челябинской областной администрации Соловьев. У казахов на свадьбе без скачек тоже это как мы без крыльев. Для этого проводим такие соревнования, собираем людей. Сейчас такое время демократии. Раньше такого не было. Мы все нас в этом деле как-то зажимали. Сейчас все свободно. Базарбаев, вы отец невесты, да? Да, я отец невесты, дочку отдаю. А жених не участвует в скачках? Жених нет. У нас по закону не положено. Не положено это? Он должен демонстрировать свою мужскую мощь. Мужскую мощь, он стоит здесь, смотрит на скачку, да все. Мужскую мощь он пусть доказывает в других местах. Чтобы внуки были хорошие. Обязательным условием казахской свадьбы является национальное кушание бешбармак. Его готовят только на улице, под брезентовым навесом. И едят в юртах. На сей раз их функции прекрасно выполнили армейские палатки. Старики отдельно от молодежи, в четком соответствии с родом племенем. У казахов они называются джусами. А для бабушек хранительниц очага, учитывая свирепый холод на дворе, был выделен теплый дом. Свадьба пела и плясала в основном под музыку, которую исполняли приезжие ансамбли. И хотя до границы с Казахстаном отсюда час ходу на хорошем автомобиле, музыканты пожаловали аж из Алма-Аты. Ну а вечером, когда старики после бешбармака отправились спать, молодежь собралась на дискотеки. Нас там, конечно же, не было. Как оттягиваются ныне молодые люди любой национальности, хорошо известно. Но любопытно было другое. Двум великим народам, русскому и казахскому, имеющим во владении огромные территории и пережившим советский период, когда национального опроса не было потому, что его не должно быть директивно, предоставлено сегодня право самостоятельно решать свои проблемы. Не секрет, что мусульманское население в иных южных районах, особенно в поселках на границе с северным Казахстаном, составляет едва ли не половину деревенских жителей. И для них открываются национальные школы и мечети. А вот русских школ в Казахстане становится меньше. Но это там, ближе к югу, в центре. Наши пограничные районы дружат. И это во многом потому, что областные руководители и в Челябинске, и в Кустанае не мыслят в существовании своих регионов без тесного сотрудничества. Да и мы с вами не мыслим. Слишком многое нас связывает. Ходили мы походами в далекие моря У берега французского бросали якоря Бывали мы в Италии, где воздух голубой И там глаза матросские Туманили с тоской Так вспомним наши годы молодые Вспомним наши годы берега Советский край Советская Россия Ты морскому сердцу дорога